В зерне есть сила, которая может взорвать шины. Взрывающаяся кукуруза другого типа. Ничто нельзя сравнить с сильным взрывом попкорна. Как это происходит? Всё дело в оболочке. Что отличает попкорн от всех остальных сортов кукурузы, так это твёрдая внешняя оболочка. Она не должна пропускать воздух. Герметичная оболочка – вот причина невероятной мощи попкорна. Она должна сдерживать давление внутри зерна, пока температура достигнет как минимум 230 градусов по Цельсию. Пар в эндосперме превращает крахмал в желе и выдавливает его из околоплодника. Как только зерно нагревается выше 450 градусов, давление в каждом зерне достигает 30 кг на квадратный сантиметр. Для сравнения, большинство шин могут выдерживать давление около 20 кг на квадратный сантиметр, перед тём как взорваться. Из-за разбухания на внешнюю оболочку приходится так много давления, что зерно буквально выворачивается. Эта белая взбитая часть попкорна – крахмал. Но для создания такой силы нужны определенные зерна. Никакой замены. Именно это и делают здесь, в Джоли Тайм Попкорн, в Сью-Сити, Айова. Чтобы не было проблем, проверяется содержание жидкости, поскольку от него зависит вес зерен. Слишком сухие зерна отбраковываются посредством специализированного устройства. Мы называем это гравитационной машиной, зерна становятся легче, потому что потеряли влагу. Таким образом, они не смогут нормально раскрываться, поэтому мы их тоже отбраковываем. Определить нераскрывающиеся зерна без повреждения остальных очень трудно. Но как они это делают на линии, где каждую минуту проходит более 750 тысяч крошечных зерен? Это слишком быстро для человеческого взгляда. Попкорн отбраковывается благодаря всевидящему ультрафиале. И если он верит в зерно другого цвета, то струя воздуха выдувает его из линии отбраковщика. И таким образом получается попкорн.